Когда я решил написать о героях войны, я спросил бабушку про ее папу и о том, что такое война. Бабушка рассказала мне, что мой прадедушка, Любименко Василий Павлович, служил снайпером в мотострелковой дивизии. Защищая Волгоград, он был ранен в ногу, но выстрелил и вернулся на фронт. А вот под Харьковом он был тяжело ранен в правую руку, ему раздробила локтевую кость. После такого ранения он уже не смог стрелять и был комиссован домой. Мой прадедушка был очень храбрым человеком, он был награжден Орденом Отечественной Венны первой степени. Я решил написать стих, посвященный моему прадедушке. Страшная была война, жертв и горя она полна. Бои, пожары, взрывы, смертельные бои, без перерыва. Мой прадед защищал отчизну, спасая наши с вами жизни. Под Харьковом был ранен, получил награду за смелость, доблесть и отвагу. Я житель 21 века, я против убийства человека, я выступаю за мир и добро, пусть вечно живет оно. Нет, слово мир останется едва ли, когда войны не будут люди знать. Ведь то, что раньше миром называли, все станут просто жизнью называть. И только дети, знатоки былого, играющие весело в войну, набегавшись, припомнят это слово, с которым умирали в старину. А он на брусовере окопа ловил кузнечика в ладонь. Не представляла вся Европа, как мог выдерживать огонь и выносить снега со стужей. Простой, советский паренек, его в окопе танк утюжил, он уцелел и танк поджег. Казалось все, остался пепел. Жар пепла выдержать нельзя. Из пепла встал, врагам ответил. За ним в атаку шли друзья, пощады подлым нет фашистам, за слезы братьев и сестер, за то, что дом у речки чистый был ими превращен в костер, за то, что нагло сапогами враг землю русскую топтал, вестил паренек, а между боями ромашку каской прикрывал. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok